Сегодня доставка еды никого не удивишь. Люди экономят свое время и заказывают еду домой. Но насколько такая пища полезна? С вами Андрей Невский и сегодня мы проверим, можно ли только с помощью доставки самокат сделать себе сбалансированный рацион на один день. Мы посмотрим составы блюд и в конце ответим на вопрос. Здоровое питание из доставки это миф или реальность? Прежде чем заказать еду, поставим себе цель собрать дневной рацион на 2000 калорий. И соотношение белков, жиров, углеводов должно быть примерно 20% белков, 30% жиров и 50% углеводов. Заходим в приложение самокат и давайте выберем, что нам подойдет. Первый прием пищи – завтрак. Блинчики со сгущенкой сразу нам не подходят, потому что утро лучше начинать с белкового, жирового завтрака. А углеводы мы стараемся уменьшить и убрать их на вечер. То есть десерт мы включим на ужин. Лучше вообще, если на завтрак будет в пределах 25-30 грамм углеводов на весь завтрак. Поэтому здесь нам могут подойти какие-нибудь блинчики с мясом или вот, например, сырники. Сырники из сталицы. На 140 грамм чуть больше 20 грамм углеводов получится. Зато здесь много белка, почти 16 грамм, 15,5. И есть жиры, 7,5 грамм. Добавляем себе в корзину. Проблема в том, что здесь довольно большое количество углеводов во всех завтраках. И нет ничего из яиц, из рыбы, например, или из курицы. Нет таких завтраков. Поэтому, чтобы уменьшить количество углеводов и добрать необходимую калорийность, то каждый прием пищи примерно по 500 калорий должен быть. У нас пока не хватает, поэтому съедим протеиновый батончик. Ничего не остается. Иначе придется добирать углеводами. Берем, открываем первый попавшийся протеиновый батончик. В нем будет 228 калорий во всем батончике. И на 100 грамм здесь 20 грамм белка, 32 грамма жиров растительных и всего 8 грамм углеводов. Супер! Берем его с собой. Можем даже взять парочку и таким образом еще устроить где-то днем перекус. Берем два таких батончика. Завтрак получился 513 калорий. Также нам на завтрак, да и вообще в течение всего дня, не помешают фрукты и овощи. Как источник витаминов, микроэлементов, клетчатки. Давайте отталкиваться от минимального рекомендуемого количества. Это 200 граммов фруктов в день и 200 граммов овощей. Мне кажется, даже можно взять с запасиком 300 того, 300 этого. Заходим в цитрусовые. Берем апельсины. Вот мы возьмем полкило апельсинов. На сегодня, в принципе, достаточно. Даже на завтра останется. Но для разнообразия можно еще взять и каких-нибудь других фруктов. Ну, например, гранат. Гранат суперполезно. И пускай будут у нас яблоки. Классика. Овощи можно взять тоже классику. То, что едят почти все. Взять немного огурцов, чуть-чуть помидоров и красного перца. Берем эти овощи, фрукты и добавляем их понемногу в каждый прием пищи. Это овощи и фрукты на несколько дней. Просто для того, чтобы не есть один день только яблоки, а второй день только апельсины, я решил взять сразу несколько видов. Теперь давайте приступим к обеду. Мы можем взять обед на основе какого-нибудь жирного мяса или жирной рыбы с небольшим количеством гарнира. Многие любят супы. Они хорошо насыщают. Если вы любите супы или если вы худеете, то это прекрасная еда. Если не любите, не хотите их есть, пожалуйста, можете от них полностью отказаться. Но я вот люблю и, пожалуй, возьму. Пусть это будет рассольник. Рассольник у нас 250 грамм. На 100 грамм 45 калорий. 1 грамм белка всего лишь. 6,7 граммов жиров. И немного углеводов. 1,7 грамма. И добавим к нему основное блюдо. Мне нравится в качестве гарнира греча, потому что это цельнозерновой продукт. В нем достаточно много белка. И вот здесь я вижу рагу с гречкой, курицей и овощами. Здесь у нас 300 грамм. И на 100 грамм 155 калорий. Почти 8 грамм белка. 7,8. 5,5 граммов жира. И почти 20 граммов углеводов. Хорошее количество углеводов. Есть и белки, и жиры. Берем тоже это себе. Итак, обед из рассольника и рагу с гречкой и курицей у нас получился на 577 калорий. Окей, движемся дальше. Рассчитаем ужин. А потом на оставшиеся калории до 2000 сделаем перекус между обедом и ужином. На ужин я рекомендую брать нежирный источник белка и побольше углеводов. Большую часть углеводов съедаем вечером. Это поможет нам, во-первых, включать сладости на вторую половину дня. И поможет нам худеть комфортнее. Потому что углеводов хочется как раз больше вечером. Что у нас тут есть? Например, с куриной грудкой. Вот, например, грудка куриная с овощами в кисло-сладком соусе с рисом. 129 калорий на 100 грамм. 5,4 грамма белка. 2,3 жиров почти нет. И 21,7 углеводы. Берем себе в корзину. Так как нам на ужин нужно съесть побольше углеводов. И вообще побольше калорий, то нужно заказать 2 блюда. Я с грудкой куриной здесь больше не вижу вариантов. Поэтому я просто закажу 2 порции. Если сложить наш завтрак, обед, ужин. И добавить еще 300 граммов фруктов, 300 граммов овощей. Получается 1871. Поэтому нам совсем немного еще не хватает. И мы это добавим на перекус. Можно перекус сделать из орехов. Но такой перекус я рекомендую делать в первой половине дня. Потому что в нем довольно много жиров. Либо сделать себе фруктовый перекус. И съесть, допустим, пару бананов. Как раз мы добьем нашу калорийность. Вот возьмем 4 штуки. У нас здесь в 100 граммах 96 калорий. 1 средний банан это примерно 100 грамм. 1,5 грамма белка. 0,5 жиров. И 21 грамм углеводов. Все, мы собрали рацион. Он получился на 2063 калории. Его можно подогнать ровно к 2000. Например, съесть не весь протеиновый батончик. А 2 трети. То есть, таким образом мы можем очень точно регулировать калорийность своего рациона. И очень гибко управлять своим похудением. Итак, я все посчитал. Получается примерно такое соотношение. 17% калорий у нас идут из белков. Это очень хорошее количество. 91 грамм белка. Дальше. 73 грамма жиров. Это 31% жиров. Тоже супер. И остальное. Это 52%. Это углеводы. То есть, у нас получился практически идеальный сбалансированный рацион. На нашу необходимую калорийность. 2000 калорий. Собранный из готовой еды. Которую мы купили в самокате. Просто в несколько кликов. Так что, это вполне реально. Питаться на доставке. Ничего самому не готовить. И при этом следить за своей калорийностью. И за тем, чтобы рацион был сбалансированным и здоровым. А если вы пользуетесь другой доставкой. Или сами любите готовить. То мы для вас приготовили чек-лист 5 правил здорового питания. Там вы найдете основные принципы. Которые помогут сделать ваше питание сбалансированным. Забирайте по ссылке в описании. Вы не поверите. Но многие люди неправильно пьют воду. Какие ошибки можно допустить в этом простом действии. Я расскажу в следующем видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить. А с вами был Андрей Невский. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...